В их руках тематические информационные брошюры, в которых рассказывается, как можно подарить добро тем, кто в этом нуждается чуть больше остальных. В рамках благотворительной акции «В школу с добрым сердцем» волонтеры движения «Доброе сердце» ежедневно собирают в торговых объектах города необходимые школьные канцелярские и спортивные принадлежности для детей из малоимущих семей. Я считаю, что каждый человек должен помогать друг другу. Дети, которые нуждаются, мало ли какие ситуации бывают. Сейчас ты поможешь, а потом тебе помогут. Мне очень нравится помогать детям. Я неоднократно ездила в детские дома, мне это очень нравится. Видеть, как детки очень радуются этим канцелярским принадлежностям, мишкам, игрушкам мягким, настольным играм. Смысл акции понятен. У большинства брещан есть реальная возможность приобрести школьные принадлежности для первоклашек, нуждающихся в заботе особенно. Постепенно корзина, пусть не так быстро, как хотелось бы, наполняется. В ней все, что необходимо для школы. Наборы карандашей, фломастеров, пластилин, тетрадки, ручки. Казалось бы, такая мелочь, но волонтеры уверяют, дети, которым вручат эти подарки, будут очень рады. У них нет поддержки со стороны родителей, у них нет вообще поддержки. У них агрессивные друзья. И вот когда мы приезжаем, они радуются вот этим мелким подарочкам, маленьким очень мелочам, которые мы к ним даем. Акция началась в начале августа. В школу с добрым сердцем волонтеры Союза молодежи «Доброе сердце» в торговых объектах города Бреста проводят такую акцию. Собирают канцелярские товары, спортивный инвентарь, скажем, школьные принадлежности для ребят, которые в этом особо нуждаются. Потом, скажем, в дальнейшем эти товары будут розданы ребятам. Ну и, конечно же, общими усилиями мы соберем ребенка в школу. Акция будет проходить до конца августа. Так что, если вы заметите юноши и девушек в красных майках с надписью на груди «Доброе сердце», подходите и присоединяйтесь к марафону добрых дел.